Овладев управляемым термоядерным синтезом, человечество откроет практически неисчерпаемый источник энергии. В физическом институте имени Лебедева, лауреат Нобелевской премии Академик Басов и доктор физико-математических наук Крохин предложили принципиально новый путь получения термоядерной реакции с помощью лазера. Система из трех призм превращает один лазерный луч в девять. В камере крохотная мишень с дейтерием и тритием. Лучи направляются на мишень со всех сторон. Мгновенный нагрев должен вызвать бурное испарение. Реактивная сила отдачи испаряющихся частиц создаст давление в миллионы атмосфер. В результате дейтерий и тритий сблизятся и вступят в термоядерную реакцию. Опыты на лабораторной установке подтвердили расчеты ученых. Процесс в камере протекает именно так, как было предсказано. Это доказывают и снимки, сделанные за миллиардные доли секунды. Вот что говорят о своей работе сами ученые. За прошедшие годы многое стало ясным. Мы провели большое количество экспериментов, было сделано много расчетов. Огромное значение в проблеме лазерного термоядерного синтеза имело математическое моделирование, которое было сделано с помощью ученых из Института прикладной математики. Да, я думаю, что для нас, для физиков, это очень важно, потому что это означает, что те процессы, которые мы исследуем, и те процессы, которые мы пытаемся поставить на службу энергетики, мы понимаем правильно, если мы можем описать их математическими уравнениями. Думаю, что сейчас мы практически готовы к тому, чтобы получить и в эксперименте решающую точку, то есть получить эффективное горение дейтерио-3 смеси в плазме, нагретой лазерным излучением. Я думаю, что это будет главной задачей в 10-й пятилетке.